всем привет начиная очередную переделку на этот раз у меня очень благородные материалы турмалин вот эти бусины турмалина имеют такой переход от зеленого к фоксии такой насыщенный оттенок при запрос граненый лабрадор очень красивый с красивой резации это переделка до светланы если помните я уже делала для нее ни одно украшение что она живет херсоне и вот сегодня будут скорее всего два украшения это будет одно украшение а вот это все уйдет все на одно украшение потому что светлана попросила соединить в одном украшении конечно тут его очень много здесь вот три три нити и это даже для одного украшения многовато учитывая что здесь еще такой вот хризопраз здесь их две ниточки то есть вместе с этим это уже пять нитей плюс еще тут в мешочке здесь как минимум нить и вот еще вот такие вот я наверное добавлю к лабрадору свои свои бусы купленные специально для переделки я купила специальный аметист и раухтапаз мелкие ограненые бусины и в сочетании вот с этими оттенками лабрадора они могут хорошо сыграть я уже со светланой разговаривал она согласна ну потому что это все-таки увеличит стоимость украшения вот так это сегодня выглядит и я начинаю переделку давайте посмотрим что получилось очень люблю вот этот момент когда начинает вырисовываться украшение когда я уже понимаю что это будет когда у меня бусинки сложились в какой-то узор и остается только этот узор собрать кстати вот это мое рабочее место вы спрашивали как это все у меня хранится плохо у меня все хранится все в таком беспорядке ну убрать это у меня честно говоря нет брать можно можно показать все очень красиво но пользоваться красотой неудобно это все должно быть под рукой я должна видеть все свои бусы и должна понимать что у меня есть что можно подставить куда-нибудь вот так вот творю бардак страшно конечно вот здесь вот ожидают своего часа новые пусы но они еще пока что в процессе лежат вылеживается идея а я продолжаю работу вот украшение готовы давайте их рассматривать оба украшения очень нарядные потому что материалы из которых они сделаны дорогие и качественные вот такое получилось украшение из лабрадора конечно совершенно мистический камень единственное что когда я начала работу над этим лабрадором оказалось что бусинки совсем уже такие знаете диковатые то есть камень очень красивый но одинаковых бусинок практически нет они все разные по толщине это вот нормально для натурального камня который сделан вытачивается в зависимости от того какой самородок найден и так далее то есть это не штамповка это не массовое производство это вот реально натуральный камень который знаете в зависимости от того что дала природа так мастер который вытачивает эти бусинки старается максимально сохранить этот камень поэтому он разной толщины разные не одинаковые углы и вот из-за этой этого несовершенство этих камушков пришлось как-то выкручиваться я поняла что они все равно не будут лежать ровненько в ряд но точнее если вот брать так как они были нанизаны просто на нитку так вот они будут еще более менее нормально лежать но если исходить из того что из них нужно что-то сделать какую-то форму придать я вообще не очень люблю вот такие вот прямоугольные плоские бусины они очень ограничены то есть их можно на подвесочки пустить их можно еще как-то использовать но не очень много вариантов они перекручиваются они никогда не лежат вот так как под задумано формой прямоугольна ровненько они всегда вот здесь на шее впадинка бусинка взяла вот так вот и перевернулась или что-то еще поэтому я решила изначально делать такую форму чтобы их перекручивание смотрелось органично я решила что вот такая вот форма когда они будут смотреться немножко хаотично перекручиваться это будет играть на на руку этому украшению потому что таким образом будут скрываться вот те прекрасные как и вот эти моменты вот в этих бусинах вот это и резация прекрасная она будет видна в такой форме больше лучше всего мне кажется что получилось я добавила мельхиоровая вот такие вот пряжечки здесь по бокам мне не хотелось сделать чего-то такого знаете упрощать этот камень не хотелось именно подчеркнуть вот его вот эту мистичность вот этот перелив разных оттенков от серого к пурпурному какому-то мне кажется что удалось мельхиоровая вот эти вставочки они добавили такой вот знаете не удешевили по крайней мере это не штамповки это не китайская фурнитура это добротная такие вот добротная фурнитура и мне кажется что украшение получилось но маленькая очень сразу скажу что может быть кому-то покажется что она громоздкая нет это украшение очень маленькая то есть светлана попросила сделать не короче 50 сантиметров вот она не короче но и не длиннее и вот эти бусинки это бусинки 3 2 с половиной миллиметра и 3 миллиметра раухтапаз два с половиной метис 3 то есть это очень нежное очень маленькое украшение на манекене я покажу это будет видно но просто крошечная она несмотря на эти три ряда бусинки небольшие она маленькая следующее украшение давайте посмотрим а это вторые бусы здесь использована несколько видов турмалина хризапрас и я не знаю что это за камень честно он немножко меня цвет его смущает то есть это похоже что это какой-то тонированный камень но что это за камень сказать сложно может быть вы определите похоже что это кварц просто тонированный кварц хотя я не удивлюсь ничему вот настолько как бы сейчас научились видоизменять камни что что угодно это может оказаться остановимся на версии что я не знаю что это такое здесь вот такой вот обалденный турмалин вот со всеми его оттенками которые должны присутствовать в этом камне малиновые такие изумрудные хризапрасы по изумрудными оттенками неестественный цвет вот этих бусин удалось нейтрализовать вот этими вкраплениями турмалина с хризапразами она очень смягчила это эту часть украшения очень давайте посмотрим как это сидит на манекене посмотрите какой роскошный турмалин очень мне нравятся вот эти боковые части с этими вкраплениями хризапраза конечно же я не могла это украшение сделать каким-то обыденным она напрашивалась на что-то очень праздничное что-то очень торжественное роскошная лабрадор очень красиво камень в данном случае бусины немножко грубоватые но модель украшения подобрана таким образом чтобы они как бы создавая такой естественный хаос тем самым скрывали разницу в своих параметрах этих бусин смотрите как бусины сверкают на манекене даже идет так идут такие блики от бусина ну то есть совершенно просто роскошный камень посмотрите на эти блики это камень камень дает блики вот такая и резация у этих бусин тут можно простить все и их неодинаковую форму и все камень шикарный татьяна 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 ты тут как тут у меня осталась еще одна нить хризопраза просто а светлана очень много материала передала и и именно ее пожелание было сочетать хризопраз с турмалином и но в одном украшение это было слишком вот просто слишком здесь еще одна нить хризопраза была бы просто просто ни к чему я спрошу у светланы возвращать ей эту нить или переделывать и переделать ее посмотрим если Светлана захочет еще одно украшение конечно же сделаю еще одно украшение я даже знаю как у меня есть очень красивая изумрудные диски ну а сегодня переделка закончена надеюсь вам понравилось видимся очень скоро до встречи пока пока пока